Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вновь продолжаем цикл передач «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Метрополии и православным телеканалом «Союз». Как вы помните, в прошлой передаче мы остановились на том, что раскрыли некую стратегию воздействия дьявола на человека, которая заключалась в том, что падшие духи усиливают в сознании человека те скорби, в которых он находится, и тем самым вергают его в ропот на Бога и в нежелание жить и нести свой крест. Игуменик Анворобьев, который, как вы помните, опытно прошел путь монашеской духовной жизни, не просто в теории знакомился с христианством, а именно практически постигал вот те ловушки, те искушения, переходил через ров и западню, которую дьявол устраивает каждому искренне стремящемуся к Богу человеку. И в своих письмах он объясняет нам и раскрывает те ловушки, в которые человек впадает, если не обращается к Богу, если не пытается вести внимательной внутренней христианской жизни. И вот одна из таких ловушек – это привычка человека думать только об этой земной жизни. Это установка на наслаждение, на так называемый гедонизм. И когда человек привыкает к такому образу жизни, то, естественно, речи о духовности не может быть. Человек становится рабом чувств, становится рабом тех помыслов, тех устремлений, которые внушаются ему дьяволом. Игумен Никон призывает не слушать дьявола и с помощью терпения переносить искушения и скорби. И вот одна из очень серьезных проблем, которые осуществуют в духовной жизни, или, другими словами, одной из препятствий на пути к Богу – это грех забвения. На этом Игумен Никон особо сосредотачивает свое внимание. Именно эта страсть забвения не дает человеку помнить о Боге, не дает человеку помнить о смерти, о своей конечности, не дает человеку даже времени задуматься над смыслом своей жизни. И даже в мирской жизни мы можем наблюдать, что забвение часто приносит нам большие трудности. Будь то обучение, будь то работа или какое-то еще важное предприятие, всегда требуется внимательность, всегда требуется ответственность. Когда человеком овладевает забвение, то все рушится, как карточный домик. А уж в духовной жизни, говорит Игумен Никон, тем более человеку нужно быть очень внимательным и подходить к этому вопросу с максимальной ответственностью. Каким же образом можно бороться с забвением? Прежде всего Игумен Никон указывает на чтение Святого Евангелия. Когда человек приучает себя каждый день читать хотя бы по одной главе Евангелия, он тем самым вырабатывает в своей душе потребность, желание, стремление, некий духовный голод к божественной истине. И постепенно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, человек проникается Евангелем, пропитывается его содержанием. И эти истины, которые содержатся в Слове Божьем, воодушевляют человека, напоминают человеку. И какие бы ни были скорби, потрясения, трудности, это все заставляет человека не терять веры. Призывает человека бороться за свою душу и прилагать реальные усилия в своем стремлении к Богу. Игумен Никон в данном разделе раскрывает очень важный духовный закон, о котором тоже мы всегда должны помнить в контексте того, что в разных ситуациях жизненных мы подчас не можем понять, вот эта ситуация была от Бога или от дьявола. Хорошо это было для нас или нет? И вот как нам это определить? Игумен Никон говорит следующее. Там, где действует дьявол, сатана, там всегда присутствует, во-первых, расстройство, во-вторых, мрак душевный. То есть человек внутренне впадает в некий хаос, в метание какое-то, в непостоянство, в треволнение. Далее Игумен Никон указывает омрачение разума. То есть человек теряет способность адекватно, подчас даже рационально реагировать на какую-то конкретную ситуацию, в каком-то конкретном эпизоде своей жизни. Далее что происходит? «Отчаяние и готовность на всякое беззаконие, зло и грех». То есть вот таков закон духовной жизни. И если мы, совершая что-то, или планируя, или сталкиваясь с чем-то, видим вот такие последствия, чувствуем в себе такое состояние, это верный знак, что рядом дьявол, рядом падший дух, который пытается увести нас от Бога, который пытается помешать нам и не пустить нас к нашему Творцу, к смыслу нашей жизни. Также Игумен Никон постоянно призывает учиться молитве и укрепляет свою волю в добродетелях. Вот это понятие «учиться молитве» мы очень часто как-то воспринимаем неглубоко, поверхностно. Нам кажется, что мы умеем молиться. У нас же есть православный молитвослов. Мы знаем вот и акафисты какие-то, и каноны, и на богослужениях проводим сколько времени. И когда мы вот слышим такую фразу «учиться молиться», она нас даже как-то смущает. А вот как раз наоборот, именно когда человек не имеет опыта правильной молитвы, вот в нем и появляется такое смущение. И во многом, конечно, это смущение исходит от дьявола. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Благословение Божие да пребывает со всеми. Благословение Божие да пребывает со всеми. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.